Сейчас я нахожусь в невероятном положении. Сто тысяч подписчиков. Вау. Никто не смотрит ролики. Да, понятно, перепроизводство обесценивает, а перезаливы раздражают старую публику. Но что поделать, всё начинает сначала, что может быть тягостней. Наверное, умирать второй раз. Хочу подкаст про книжку. Могу себе позволить. Меланхолию на фоне. Оу, спасибо. Никомахова этика. Труд Аристотеля, опубликованный посмертно его сыном, Никомахом. Отсюда и название. А может быть оно адресовано сыну или посвящено отцу Аристотеля, которого тоже звали Никомах. Истина где-то рядом. Философское сочинение разделено на 10 книг. Первая книга – это введение. В нем древний грек выступает настоящим патриотом. Он размышляет о благе. Благо – это то, к чему стремятся все. В частности, все мы стремимся к счастью. Аристотель формулирует счастье как «деятельность души в полноте добродетели». Поэтично. Но Аристотель говорит, что в этом стремлении мы обретаем занятие, которое способствует достижению того самого счастья. И все занятия образуют взаимосвязанную иерархическую цепочку, восходящую к общему благу заключенному в государстве. Аристотель приводит такой пример. «Изготовление уздечек для лошадей способствует военному делу. Военное дело способствует достижению государственного блага. Защита территорий, приумножение территорий, защита русских людей на Донбассе и в Крыму», написал бы Аристотель, будучи президентом России сегодня. Но это не точно, мой слушатель-скептик. «В общем, государственное благо – это высшая форма блага, и все меньшие формы восходят к нему». Так говорил Аристотель. Еще немного примеров. Медицина нужна не для того, чтобы врач получал деньги, а чтобы люди были здоровы. Расцветая в своей профессии, врач достигает счастья. А здоровые люди побеждают в войнах. Производят товары, услуги и новых людей. Привет, Саша Васильев. Искусство же делает людей умнее, изысканнее и прославляет государство. И все, что ты можешь вообразить себе, связывается вместе, образуя каркас, возводящий высшее государственное благо. Вторая глава, вторая книга, в ней Аристотель говорит о способах достижения блага, то бишь добродетелях. Они находятся в балансе между избытком и недостаточностью. Так, например, добродетель и щедрость – это разумное расходование средств и сбережение их. Автор считает, что правильно также тратить средства на друзей и государства. Недостаток щедрости – это скупердяйство. Как даже щедрость в избытке – это мотовство. Так, каждая добродетель – это усмирение внутренних страстей, но и невпадение в черствую аскезу, то есть усмирение ради усмирения. Что же происходит в остальных семи главах? Аристотель говорит про каждую добродетель отдельно и приводит примеры. В общем, если захочется узнать, что написано в книжке, то стоит заглянуть в эту книжку. Ссылки в описании нет, это не реклама. Аристотель умер, ему не нужны деньги. Поэтому эта книга расскажет, возможно, больше, чем любой другой источник про этику. С другой стороны, из нее для тебя не получится извлечь ничего нового, потому что ты живешь в мире, где этот подход уже давно победил. Был большой временной промежуток существования христианской этики. И вот опять Никомахова этика. Стоит ли почитать? Конечно, стоит. Эта книжка по этике вписывает в себя больше объем, чем любая другая этика, например, нормативная. При этом она служит базой, чтобы оттолкнуться в любую другую сторону. Например, известно имя философа для тегов, этику Канта. Но в книге нет чувства открытия вселенской мудрости. Это так просто, потому что внутри ничего нет, или внутри так все запутано, и поэтому так все просто на поверхности. Такой эффект имеют философские труды Востока. И про это в другой раз. Никомахова этика проста и понятна. Для начала философских изысканий – то, что нужно. С другой стороны, для русского современного читателя, который учился в русской современной школе, у Толстого такого добра тоже было навалом, да с подковыркой, с сюжетом и с богом в главных ролях. Поэтому поступай, как тебе удобно. Может быть, не стоит тратить время на очевидные вещи? Зачем читать коротенькую книжку, когда можно прожить 10 лет и понять все самому, а потом не согласиться со своими выводами? К тому же, еще не все сериалы от HBO высмотрены, а батл-часы пройдены. Услышимся!